Всем доброго, с вами Анатолия, и добро пожаловать в новое видео! И сейчас мы с вами разберемся о том, как же пройти прослушивание в компанию Fantadio. И это та самая компания, в которой находится группа Астра, Вики-Мики и также другие артисты. Ну да, мы пройдемся по всем основным пунктам и их основным требованиям. Ну а прежде чем я начну рассказывать, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, потому что на моем канале выходит много всего полезного и интересного. Ну и также проявляйте другую активность, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, делитесь моими видеороликами. И, конечно же, помните про кнопочку спонсировать, которая дает вам различные классные плюшечки за сравнительно небольшую плату. Ну а я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну а мы начинаем! Собственно, компания Fantadio ищет талантливых новичков. Как они заявляют, мы производим и развиваем множество артистов с помощью профессиональных работников и систем. Мы предлагаем специализированное обучение для наших стажеров. Пожалуйста, примите участие, если вы заинтересованы в нашем прослушивании. Ну что ж, мы определенно заинтересованы в вашем прослушивании. China. China. Да, Moon Mini. Это группа, за которой я слежу еще с их предебюта, так скажем. Они просто такие котики, я не могу. Эта компания определенно получает от меня небольшую симпатию, ну и также она попадала в список недооцененных компаний. По-моему, было так. В каких типах можно поучаствовать? Это актер, это певец, это модель и это MC. Все, в принципе, как всегда. Период проведения прослушивания. В любое время вы можете подать заявку, когда вы только захотите. Это любой человек, у которого есть талант без ограничений по возрасту и гражданству. Собственно, это еще одна компания, которой наплевать на чужой возраст и гражданство. Так что, в принципе, после просмотра данного видео вы можете попробовать отправить к ним заявочку. А далее, первый этап. Подать заявку онлайн или по почте. Кстати говоря, да, у них есть пунктик, связанный с тем, что можно подать заявку через сайт. Но это не работает. Я не знаю, может быть они это включат как-нибудь, когда поймут, что оно не работает. Но, в общем, на момент записи этого видео кнопка подать заявку через сайт не работает. Собственно, форма заявки это вот. Там есть кнопочка на сайте, где можно через сайт отправить свою заявку. Но, как я уже выше сказала, она не работает, по крайней мере не сейчас. И, соответственно, вы просто загружаете документы, которые расположены на сайте. Три фотографии вас, где вас хорошо, классно, видно. Далее, видео для вокалистов, то есть для певцов. Либо кип-поп, либо какая-то своя собственная музыка, игра на музыкальных инструментах, танец, танцевальный кавер. Это, кстати говоря, вот тот момент, относительно которого другие компании обычно только не каверы. Пожалуйста, не надо каверы. А фантазии, в принципе, говорят такие, ну, окей, хотите кавер, давайте кавер. Но, 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 есть и пунктик с собственной хореографией. И вообще всем, чем только хотите. Лучше всегда пытаться в собственную хореографию, чем в каверы. Потому что каверы это такое сомнительное дело. Актерство, свободный стиль. Абсолютно можно взять любой сценарий и использовать его. Модель и эмси. Опять же, можно прикрепить видео или ссылки, чтобы показать, какой вы весь такой классный. Ну, я думаю, относительно моделей там эмси. Все и так знают из моих предыдущих, например, видео. Потому что тут требования всегда одинаковые. То есть для модели это там проходочка, позы. А для эмси это там для какого-либо развлекательного шоу, небольшой сценарий ваш собственный. Ну, или вы можете просто у кого-то его позаимствовать, так скажем, и попробовать разыграть. Ну, и также они дополнительно указывают, что все расходы, связанные с обучением, берет на себя компания Фантазио. Если есть ошибка при подаче заявки в режиме онлайн, отправьте заявку по адресу. Это то самое, о чем я сказала выше. То есть там просто нельзя нажать на эту кнопку, никуда не переводит она. Ну, и, соответственно, вы просто берете и скачиваете заявочку. Кнопка для скачивания заявки находится чуть ниже. И сама анкета находится в архиве. Нужно вытащить ее из этого архива. Там есть документик на английском языке. Саму анкету мы как раз сейчас и рассмотрим. Ну, и что касается имейла, на который это все отправляет, то тут все просто, потому что это обычный себе почтовый ящик компании Фантазио для прослушиваний. Ну, а теперь небольшая сама анкетка. Это то, что нужно вам выбрать, кто вы актер, актриса, певец, модель. Это очень странно, что здесь это присутствует, при том, что у них до этого там еще упоминалось типа MC. Далее, это имя, это ваш дат рождения, ваш пол, ваш адрес, ваше образование, специальность, ваша личная страница, контактный номер, то есть это мобильный телефон, домашний телефон, имейл. Ваш рост, вес, ваши интересы. Ну, и это ваш опыт, связанный с выбранным направлением. То есть если вы выбираете певца, то вы там указываете ваши особые данные относительно певца, то есть вы где-то выступали, вы это указываете. Либо же вы, например, участвовали в каком-то другом прослушивании, вы это указываете. Ну, и также есть пунктик «Комментарий». Туда вы ничего не пишете, потому что комментарий — это для оценки вашей анкеты. Это не для вас пунктик, так что оставьте его в покое. Ну, и также прикрепите минимум три изображения. Изображения, неправильные изображения, такие как изображения с низким разрешением или чрезмерно отредактированные, не будут приниматься во внимание. Так что, господа любители ретуши собственного лица, тела и всего прочего, фотографии не будут приняты, если вы их отредактируете. Далее. Авторские права на любое содержимое, видео или голосовые файлы, которые имели место при участии в прослушивании «Фантазио», будут принадлежать компании и не будут подлежать возврату. То есть попросить компанию там удалить или же еще что-то сделать с вашими файликами вы не можете. Они могут делать с ними все, что хотят, потому что теперь это все принадлежит им. Как и всегда. Ничего нового. Второй этап – это тест камеры. То есть когда они приглашают вас в компанию, и вы уже там показываете себя. То есть после официального, так скажем, первого этапа, если вы прошли, они вас уведомят и скажут, куда, когда подъехать. Но чуточку подробнее мы рассмотрим с вами позднее. Третий этап – это индивидуальное интервью, так называемое. Ну, а четвертый этап – это уже стажировочка. Да, четвертый этап в виде стажировочки. Очень интересно придумано так. Ну и вот тот самый дополнительный момент. Они просят вас обязательно проверить, что вы предоставляете им правильную контактную информацию, что вы верно указали свой имейл, что вы верно указали свой телефон. Также то, что они не принимают никаких стикерочков, других измененных фотографий, как-то отредактированных, отретушированных, что-то исправленное, что-то вырезанное, что-то какое-то неправильное. В общем, им нужны только ваши чистые фоточки, как вы просто хорошо, красиво сфотографировались и показали им себя. Далее. Мы не возвращаем вашу заявку и отправленные материалы. То есть, когда вы отправляете им что-то на имейл, вы автоматически соглашаетесь с тем, что вы делаете это добровольно и не попросите это все вернуть назад. Принятые заявители уведомляются индивидуально. И индивидуальное уведомление не будет предложено тем, кто не прошел прослушивание. Соответственно, если после первого этапа вы не получили ответа, значит, вы не прошли. А если вы получили ответ, значит, вы молодец, и теперь они ждут вас на прослушивании. А заявители, которые мне исполнилось 14 лет, должны иметь согласие родителей. Так что, соответственно, при участии в прослушивании до данного возраста вам необходимо разрешение ваших родителей. Если у вас этого разрешения нет, то ситуация получится очень и очень странная. Второе прослушивание будет проходить в здании Фантазио в главном учебном центре, тренинг-центре. Если вы не можете посетить Южную Корею, вы можете попытаться составить другое расписание с менеджером, то есть, когда вы сможете приехать по прослушиванию или подождать, пока они не посетят вашу страну. Чтобы вы понимали, если вы не живете, например, в Китае, Японии, Австралии, Америке, не стоит надеяться, что они посетят вашу страну. Если вы живете в странах СНГ, то вам проще самим себя принести им, если вы прошли прослушивание. Если же нет, то ждать этого момента пока не сможете. Собственно, вот такая вот история обстоит с прослушиванием компании Фантазио. И они такие интересненькие, классненькие. Да, пишите в комментариях, если вам нравятся группы Астра, Вики-Мики, которые принадлежат данной компании. И если вам также нравится сама компания, потому что они, в принципе, не замечены ни в чем таком слишком уж ужасном, насколько мне известно. Ну и также пишите свои мысли относительно данного прослушивания. Я вас всех очень сильно люблю. Я одного чит żadного конца不知道 будет определенно. Хотя, прошу не было не До новых встреч, действительно settling на канале. Я вас всех проявляю! Субтитры создавал DimaTorzok